Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас видео будет двоякое, так как оно на YouTube. Для участников школы мы закрепим некоторые моменты по ListView. Тех, кто первый раз смотрит это видео, поймут главный принцип. Итак, ребят, я вас спрашиваю, есть ли самый прямой путь к профессиональному программированию? Вот он написан. Документация плюс понимание исходного кода. Сейчас я для участников школы уточню некоторые детали, а вы как раз и посмотрите, кто первый раз. Для вас важен только принцип, что понимание документации и понимание исходного кода именно и дает возможность тому, что вы пишете код, вы становитесь профессионалом. Если я порыл, посмотрел там книги, посмотрел статьи, вот этот пункт, документация плюс исходный код, ведь люди как могут обходят. То есть, во-первых, все друг у друга, код один и тот же везде, если взять, допустим, поджанга, все друг у друга где-то передирают, показывают эти примеры, которые ни к чему не ведут и дают ссылку на документацию. Сами они туда не идут. Почему? Потому что, в принципе, скорее всего, думают, как я лет 8 назад думал. Я там уже был, ничего не понял, может, вы поймете. Но на самом деле это самый прямой путь, вопрос, стоит ли его постоянно обходить. Конечно же, сейчас, скорее всего, на той стороне монитора есть люди, которые скажут, хорошо тебе Балсыновский говорит, ты уже лет 10 программированием занимаешься, а мы новички, ни хрена, ой, ну извините уж, ничего не понимаем, и как, а вы нам про документацию и исходный код. Так дело же здесь не в этом. Давайте, прежде чем начать урок, я вам бы прочитал рекомендации одному из участников школы. Ну вот, люди потихоньку все-таки возвращаются в школу. Я скажу, что именно этот подход, вот он, в 2020 году я переделал сайт, и именно этот подход сегодня используется. У меня, допустим, не хватило совести написать, как делают в большинстве курсов, пишут там 3 месяца курсы, и вы устроитесь на работу. Далее, как правило, идут курсы не обучения языку, а больше, наверное, возможностью чем-то занять человека, чтобы он не что-то там программировал. В итоге человек выходит с кучей мусора в голове, и, по сути дела, бесполезно, все путается. Он начинает понимать, и самое страшное, если этот человек потом начинает себя еще корить, может это не для меня. Нет, ребят, на самом деле, любой язык программирования сделан таким образом, что он и есть подобие мозга. Единственное, что надо всегда иметь верный подход. Опять же, я такой умный, потому что я уже несколько языков исходил вдоль и поперек, и мне самому только такой подход пришел на ум уже, исходя из опыта, через 8 лет. То есть, сколько это надо было уроков написать. Это в году 2017, да, а в 2020 я начал его, уже воплотил в новой школе. Например, курс по Django 4. Кстати, вот доступ можно получить на сайте spb.letut.ru, там есть доступ. Смотрите, то есть, мы сейчас будем рассматривать дальше ListView, да. Мы только на ListView потратили около 30 уроков. Тут еще будет несколько уроков. Иными словами, чем мы занимались? Абсолютно верно, мы занимались, это уже для участников школы, переопределением методов. А потом, что я уточню для участников школы, ведь там немножко больше методов, и мы рассмотрим на примере документации. Я разберу еще небольшой пример документации, чтобы вы поняли, что ни одна документация не будет понятна до тех пор, пока мы не видим исходный код. Но становится вопрос, какой? Абсолютно правильно. Вопрос следующий. А как же его понимать, если я вообще языка не знаю? Правильно, ответ тоже будет очень простой. Изучать надо язык правильно. Я дам некоторые ссылки в описании, которые вам будет желательно посмотреть. А пока я просто зачитаю некоторые рекомендации человеку, который... Ну, давно его не было, вот он опять появился, Сергей. Юрий Юрьевич Гришин. И я ему писал некоторые рекомендации. Я сейчас их поясню. Итак. Вот смотрите. Сергей Юрьевич, так как у вас давно не было, методика полностью поменялась. Там рекомендации и потом другим ребятам спрошу. Вот вам наставление. Итак, ребята, запомните, вот особенно новички. Любые C-подобные языки, все конструкции состоят из функций, либо из методов. Это легко проверить. Мы можем зайти на тот же ТОГО. Это проект Рассела Кейта Маги, одного из ведущих разработчиков Джанга. Зайти в этот же ТОГО, да, дальше. Перейти в документацию, перейти в ядро, перейти в само ТОГО, допустим, и взять там виндов, да, любой файл. Что мы сразу увидим? Мы увидим классы и мы увидим методы. Просто сейчас здесь ООП, но в любом случае, в любом случае мы убиваем три зайца. Первое. В СИ подобных языках, во всех практически, особенности есть только там у JavaScript, да, но, тем не менее, опять же, они поддаются нормальному толкованию. Есть три вещи. Первое. В основе лежат функции. Давайте сейчас, прежде чем перейти, почитаем мои рекомендации. Первое, что надо сделать, то, что мы в школе и делаем, это заниматься функциями. Для того, чтобы понять функцию, не надо ничего знать, никаких языков. Просто так как функция сама по себе это определенная конструкция, которая имеет ключевое слово, название, я сейчас не буду все есть в уроках, рассказывать, параметры, да, и тело функции. По сути дела, для этого не надо знать ни один язык. Но самое важное, просто-напросто, сами параметры, то есть, если взять метод, да, вот метод, и нет, или вт, или айди, то есть, вот он, ключевое слово, вот оно название, может быть, либо анонимное, без названия, и параметр. Дальше идет тело функции. По сути дела, параметры имеют во всех языках функции. В данном случае, это метод, Python отличает функции, что? Первый аргумент self. Иными словами, указание, если самое просто, это указание на область памяти, да, но на самом деле, этим не ограничивается. Мы сейчас не будем трогать self. Так вот, прочитаем дальше, чтобы вы поняли. Чтение параметров на лету. Иными словами, когда я открываю файл, я должен считать моментально две вещи. Не две вещи, а три в файле. Первая вещь, которую я должен считать, если, допустим, это LLP, это начальные параметры. Второй момент. Кроме этого, я считываю на автомате параметры функции, то есть мне становится понятно, переданы какие аргументы я должен передать. В данном случае, я здесь вижу, что нет обязательных позиционных аргументов, но все задано по умолчанию. То есть, это вполне объясняется, потому что это окно, размер и так далее, и так далее. Дальше я считываю сами параметры, то есть переменные, да. Для меня, допустим, сразу стало понятно, это будет пользоваться. Почему? Потому что стоит нет. Дальше я считал просто переменные. Дальше, когда я смотрю методы, что я считываю? Я считываю метод и опять же параметры. В данном случае здесь говорится, что это идет обязательный позиционный параметр, ему должен быть передан обязательный позиционный аргумент. Ну, это понятно. Если мы создаем какое-то приложение, то оно является основой самим приложением, да, и дальше все добавляется. Вполне понятно. Если это не так, то возбуждается исключение. Итак, всего лишь три простых вещи. Иными словами, это то, к чему мы должны стремиться. Что для этого сделать, чтобы это можно было понимать? Для этого я и сказал, займитесь функциями. У вас должно быть отработано три вещи. Первое. Чтение параметров на лету. В Python есть такая интересная вещь. Здесь все построено на разрешениях к функциям. Например, очень четко описаны функции. То есть функции, параметры, которые функция имеет, мы все это проходили в уроках, и исключения. Далее. Методы — это те же функции, только с первым аргументом. Мы только что смотрели. Но кроме этого, они работают полностью по законам функции. И классы абсолютно полностью работают по законам функции, просто это другое рабочее пространство. Но тем не менее, все исключения, которые будут выдавать классы, по параметрам они будут все, что мы знаем с функцией. Иными словами, разобрался с функциями, разберешься во всем. Второе доказательство самому себе, что функция, понимание функции и затирание ее до дыр делает возможность считывания кода, так как любой код именно на этом стоит. Поэтому следующий момент — это вызов функции на лету. И исключения, связанные с параметром и вызовом на лету. Иными словами, все, что связано с параметрами. Этого достаточно. С остальными разберемся. Дальше, то, что мы делали в школе, надо научиться проверять себя по коду. Допустим, я думаю, участники школы, которые прошли уроки, они уже вот это все смогли считать. Это уже хорошо. Следующий. То, что мы с вами сейчас считали, это и надо было считать. Только вопрос в том, над этим не надо задумываться. Это должно считываться на автомате. В школе мы это делаем. Все это делается довольно просто. А просто каким смыслом, что надо всего лишь проходить функции нескольких языков, так как конструкция функции не относится ни к одному языку программирования, относится в целом вообще к программированию. Просто каждый язык программирования берет, как тут правильно сказать, наделяет какими-то особыми правами параметры. Например, если взять язык программирования Kotlin, то там вся методика взята с языка программирования Python. Это легко проследить. То есть там четко тоже есть позиционные именованные параметры, куда требуется передача позиционных именованных аргументов. Иными словами, выучил Python, а Kotlin тоже сможет писать. Следующий момент. И мы проходим функции. Конечно, я рекомендую идти все-таки по плану, так как мы осваиваем Юпитер, а нам надо жить именно в командной строке. Почему? Потому что программист это в первую очередь командная строка. Как понять, проверить себя, что вы поняли функции? Это довольно просто. Мы просто берем абсолютно любой язык. Допустим, берем или сам C, или любой C подобный язык. Например, Go. И, по сути дела, если мы твердо усвоили функции, то перед нами станет один вопрос. Что есть в этом языке параметры? Как только мы разобрались, что такое параметры, мы сразу можем сходу писать на этом языке. Вот и все. По сути дела, абсолютно на любом языке. Мы уже можем писать. Иными словами, я вам хотел рассказать, пока рассказывал то, что выше рассказов, сказал, что у вас в первую очередь должно быть сформировано ядро, на которое вы будете опираться. Почему? Потому что в функции можно выразить весь остальной язык, и в функцию можно добавить весь остальной язык. Но представьте себя, как на самом деле устроены многие курсы программирования. Они в большинстве своем дают язык там кусками, как устроены каталоги. Там вот типы по чуть-чуть, там то по чуть-чуть, функции по чуть-чуть. В конце концов, человек выходит, у него нет ни ядра, ни хрена нет. Ну, ничего нет. Он вообще запутался. Вообще, что в этой жизни и как я буду программировать. Ну, ладно. Исправим это все в школе. Следующий момент. Конечно же, изучив функции, вам будет сначала сложно. Я ранее описывал, ранее описывал еще некоторые моменты участникам школы. Ту методику, которую я сейчас даю, она не всем будет интересна. Почему? С одной стороны, часть людей вообще хотят просто посмотреть, что они вообще, нравится им программирование или нет. С другой стороны, методика, которую я даю, она требует усидчивости, требует времени, требует неспешности, неспешности, глубокого освоения и выработки принципов. Иными словами, все, что я об этом сказал, мы сейчас дальше в этом сообщении посмотрим, это и называется система работы с кодом. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь слышали? Наверное, кроме Булсуновского, вы не слышали. А я вам скажу, ведь успех зависит не от того, как вы быстро пройдете язык, а от того, насколько вот вы открыли код, понимаете или нет. Но это понимание кода будет зависеть, как вы работаете на системе работы с кодом. А в школе мы, я этому уделил определенное время. Система работы с кодом. Мы целых 8 часов рассматривали, что такое сельф, вошли в классы правильно, на Python. Но самое главное, что получили представление о том, что такое система работы с кодом. Иными словами, я открываю код, как я буду над ним работать, чтобы мне, у меня кода, который я понимаю, становилось больше, а кода, который не понимаю, становилось меньше. Но я устранял эти ошибки. Почему? Потому что в большинстве своем что делает программист или повторист. Я бы не сказал, в большинстве своем курсе выпускают повтористов, а не программистов. Что делает? Он взял, скопировал код, вставил, оно работает. Что там? О чем там написано? Да, черт его знает. Да и нужно. Работает и добре. И пошел дальше. Это потом. Вот она система работы с кодом. Зачем потом удивляться, что мы не можем писать код? То есть, вроде понимаем, а писать не можем. Ответ прост. Вот он. Я его давал. Документация плюс исходный код. Вот в Django конкретно в этом курсе. Поэтому вот система работы с кодом, когда вы пройдете эти уроки, вы будете понимать. Но дойдет это чуть позже. Это как бы, вроде бы мы разбираемся с сельс, но многое для вас будет просто какими-то словами. А вот в курсе под Django мы это дело исправляем. Иными словами, мы начинаем что делать? Мы начинаем работать. И вот все уроки построены на том, что мы идем, работаем с документацией постоянно и с исходным кодом. Сейчас я продемонстрирую этот момент, чтобы вы поняли. А участники школы, я хочу, чтобы кое-что уяснили. То есть, что мы делали? Вот допустим, сейчас мы решили написать сайт. А теперь скажите, ну хорошо, будем делать, как делают уси. Як тады, да, говорят, як тады. То есть, как делают уси? Вот так пишется сайт. И там нечто пишем. Ребят, ну хорошо, повторите вы сайт. А что вы от этого будете понимать? А нифига. Я поставил другую цель. Конечно, я не написал в проекте, что человек устроится на работу. У меня не хватило совести. Хотя есть люди, которые устроились на работу после школы. Мне запомнилось два человека, вот почему-то три. Три. Первый человек, это было очень давно, который начал программировать табло. Просто он научился поэтом. Второй человек из Москвы. Я уже даже имя забыл. Ну ладно. Вот он ходил, продавал, по-моему, телефон, и сегодня работает разработчиком в банке. Еще один человек запомнился с Украины, парень, который написал, где-то здесь даже есть скрин его, что, ну вот, меня взяли в фирму, занимающуюся разработкой, как это там, не студентом, ну короче, сказали написать сайт, я им написал сайт на Джанго. Ну, сегодня уже он работает полноценно. То есть, ну я просто видел, как они вкалывали, да, то есть они все это шерстили, да, вот именно так. После этого я подумал, есть ли простой путь. Вот этот путь, который я сегодня сказал, рассказываю, да, ведь его все избегают, и это легко увидеть. Если пошерстить интернет, то в принципе будут у всех одни и те же примеры, будет ссылка на документацию, не всегда на ту, которую надо, и все, дальше молчание. Никто не хочет работать с документацией. Я вспоминаю себя лет 8-9 назад, когда я тоже так где-то дам ссылку, а потом думаю, я там уже был, я там ни хрена не понимаю, может ты сходи. Ну, вроде как умно, да, но на самом деле все так делают, но это путь в никуда. А почему бы напрямую не работать с документацией? Поэтому я поступил немножко по-другому. Слава Богу, знание и опыт позволяют, потому что первый курс я написал еще в далеком 2012 году под Жанго. Так вот, хорошо, мы хотим написать сайт. С одной стороны, как я говорил, мы можем делать, вот давайте писать сайт и нечто там пишем. Мы обходим документацию, в конце концов, мы написали этот сайт, ни вправо, ни влево, мы не можем сдвинуться. Но есть ли путь, как научиться Жанго разбираться профессионально? Есть. И он именно отражен в этих курсах. То есть, как сделал я перед тем, как идти, да, чем отличается, вот еще один момент. Вот мы пошли сначала из лечения ЮРЛ. отличие моей школы, что вот прямо с нуля, вот здесь есть практически 30 уроков, но я сказал, ребята, вот это надо довести до профессионализма сейчас. И здесь ни новичок, ни кто, почему не поднимет глаза, это мы делали GetLinkUp, почему? И скажет, это невозможно. Ну, во-первых, мы полностью все работали с документацией. То есть, по сути дела, по окончанию курса должно быть легкое чтение документации, извлечение ЮРЛ всеми нужными нам необходимыми способами. Почему это возможно? Ну, в первую очередь, это возможно потому, что у нас стоит целый излечь ЮРЛ. Иными словами, в данном случае мы написали самую простую модель и, конечно же, рассмотрели, как вы видите, отдельно уроков модели я не делал. Почему? Потому что мы с ними касаемся постоянно в процессе. Нам достаточно было рассмотреть шаблоны. Нас интересовали в ЮРЛ и далее будет интересовать здесь только вот эта строка и вот эта строка. Излечение списка, излечение конкретной страницы. Этого нам достаточно. Поэтому здесь ума много не надо. Следующий момент. Вьюха нам на тот момент, чтобы извлечь ЮРЛ, не нужна была сложная. Нам надо было начальная вьюха. С другой стороны, ее можно было устроить сложной, но ничего бы в поведении, за исключением некоторых моментов, не поменялось. Но, тем не менее, я сказал, ребята, вот представьте, мы начинаем писать сайт. Мы с вами разрабатываем некую модель, а потом начинаем пыркаться, тыркаться с чем? С ЮРЛ. Но это ж не дело. Эту вещь нужно сейчас в первый день, в первом этапе довести до профессионализма. Что от вас требуется? От вас требуется сделать несколько простых вещей. Научиться извлекать ЮРЛ по слаг, по ID, каждая запись в базе имеет ID, по namespace и используем где-то абсолютно ЮРЛ прямой ссылки. Как это достигается? После просмотра уроков напишите 3, 5, 7 приложений, пока вы не сможете четко не поймете, что вы читаете документацию, не используя никакие подсказки, кроме документации, это раз. А второе, вы уже в голове четко можете представить алгоритм, как вы какую ссылку будете извлекать. Для этого надо написать не одно приложение. Сколько на это вам потребуется времени, у каждого это будет свое. А вот далее мы перешли к чему. Тоже было 30 уроков, здесь будет немножко больше, под 40 еще будет несколько уроков. Мы перешли к чему? К переопределению вьюг. То есть есть лист вьюг, где есть определенное количество методов, которые мы должны приопределить. Потом я для участия в школе некоторые вещи скажу, именно для участников. Так вот, мы ими занялись. Нам надо было полностью разобраться. при этом обратите внимание, вот важный очень момент. Когда мы работали еще с URL, ведь мы работали не так, что взяли URL и все. Мы держали в голове и или у нас было, как говорится, наше внимание направлено на все вещи. То есть на сам URL, на вьюг, на модель и на шаблон. То есть мы всегда видели весь проект во всех его проявлениях. То есть что во вьюхе, что в URL, что от чего зависит. Здесь то же самое мы проделываем, но при этом мы переопределяем. Скажите, пожалуйста, теперь в принципе цель этих уроков было подвести к среднему уровню. Что такое в моем понимании средний уровень? Средний уровень в отличие от того, допустим, если бы мы я сказал, вот давайте писать сайт, вот это так, вот это так, вот это так. Вот это уровень называется ниже начального, когда человек просто повторил и ничего не понимает, а в документации даже не было. А то, кто учил, дал там, допустим, ссылки на те же документацию, а больше ни-ни, потому что а, происходный код, ну, извините меня, ну, надо пожалеть людей, когда, если бы сказали тому, кто там учит писать там сайт написать, еще давайте посмотрим исходный код, так человек бы и умер, а потом, отвечая за него, умер от того, что узнал, что надо понимать что-то в исходном коде. Ребят, но ведь это же и есть программирование, а как вы собираетесь обойти вопрос исходного кода, документация, если вы думаете, вы открыли документацию, она будет понятна, да, она будет понятна, но не до конца, конечное понимание приходит только с пониманием исходного кода, именно там мы читаем, я сейчас приведу пример, давайте дочитаем до конца то, что я хотел вам сказать. Итак, вот здесь мы остановились на функциях, что же нам делать дальше? Есть несколько важных правил, и так, что такое программирование? Вообще, какой самый прямой путь достичь профессионального программирования? Написание кода это и есть чтение документации плюс чтение исходного кода. Вполне понятно, когда мы понимаем исходный код, скорее всего, мы его будем писать. Ну, то, что я сказал, мы потом покажем, что ни одна документация не дает полный ответ. С другой стороны, справедливо и то правило, когда мы понимаем исходный код, то точно можем писать. Это уж гадалки не хоти, я сам этот уровень прошел. В этом ракурсе нужно идти. Это самый прямой путь к профессионализму. Кстати, в школе вот именно практикуем мы на примере джанга, да, то есть работаем напрямую с документацией, и здесь, наверное, становится понятно, что вся документация построена примерно по одним и тем же принципам. Если мы разобрали джанга, то и в любой другой библиотеке мы сможем разобраться. Дальше я Сергею рекомендовал, когда прошли функции, делайте уроки по джанга 4, да, мы постоянно работаем с документацией. Сначала будет сложно, абсолютно верно. В чем же здесь сложность? А сложность в самой правильной системе, ведь в большинстве своем, что люди привыкли, вставил, скопировал, нашел, не вдумываясь, работает и добре, а здесь надо себя притормозить, вроде бы. Итак, чтобы достичь хороших результатов, важно соблюдать условия. Вот здесь написано очень простая вещь, да, посмотрите уроки, начните работать на своей системе работы с кодом, то, что я и говорил. Первое, сначала я рекомендую посмотреть уроки системы работы с кодом, иными словами, как вы будете отрабатывать код, чтобы кода, который вы понимаете, становилось больше, а код, который вы не понимаете, становилось меньше, и самый главный вопрос, а код, который я не понимаю, что мне с ним делать? Вот на это направлена система работы с кодом. Здесь приведены всего лишь некоторые пункты. Итак, когда, это такое общее правило, когда у вас правильная система работы с кодом, вы видите, что вы растете. Это легко отличить. Вы просто четко начинаете писать сложнее вещи, а если проходит год, и вы все время копаетесь в простых вещах, ну, типа таких, нам понадобится еще и Юпитер, простых вещах, допустим. Неважно, эти вещи происходят в джангле любой, любой другой библиотеке, но если вы копаетесь ... Если вы копаетесь в этих вещах, то в принципе ничего путного не будет. То есть если прошел год, а вы увидев такое вот исключение, неважно, мы это проходили в Жанго или в другой библиотеке, начинаете лезть и присоединяетесь к куче людей, которые тоже это все пропустили. Видите, куча исключений, да? И ой-ой-ой, у меня исключение. Так вот, ребята, уважаемые, дорогие, я сказал, это не всем понравится. Я говорил, что надо сделать абсолютно верно, довести до автоматизма. И то есть, читаем там, какой был написан, исключения, связанные с параметрами вызова на лету. То есть это все должно было быть уже пройдено. И если эти исключения, вы за ними лезете сюда, значит, ребята, вы просто пропустили. Это неправильный путь. Вы стоите на месте, вы себя обманываете, вы набираете дальше мусора в голове. Но ведь это не делает порядок, делает работа. Когда вы увидели исключение, знаете, как исправить код сразу, да? На самом деле написано не хватает двух параметров. Почему? Потому что я быстро считал, что у меня два обязательных позиционных параметра. Значит, я сюда должен передать два обязательных позиционных аргумента. Если я возьму, передам пять и пять, то что будет? Будет все нормально. Десять. Все верно. Просто, да? Согласитесь? На самом деле все банально, просто. Так вот, чтобы достичь хороших результатов, мы говорили выше немножко о системе работы с кодом. Я повторю, что это вы вырабатываете свою систему, я вам предложил только вариант, в который вы будете решать следующие вопросы. То есть, у вас должно кода становиться понятного больше, а непонятного меньше. Но самый главный вопрос, что же вы будете делать с тем кодом, который непонятен. Итак, чтобы избежать сложности, ваш путь должен быть правильный. Назову несколько обязательных условий. Они также входят в рекомендуемую мной систему работы с кодом. Вот мы пишем приложение Django 4. Мы работаем с документацией и проверяем Юпитер. В первую очередь, запомните, командная строка – это ваше второе «я». Живите в командной строке. Вы все, как мы делаем с проектом Django, мы все проверяем в командной строке. Это правило, которое надо просто взять себе за правило. Потому что в Django мы не просто проверяем, мы создаем примерные ситуации, чтобы понимать тот или иной код, как оно работает вообще. Ведь надо уметь перевести на обычный Python. Здесь работает очень простое правило. Когда мы идем от своего кода к документации, в своем коде мы кое-что понимаем. Почему? Потому что я его объясняю. И мы его понимаем. И научимся считывать документации. Следующий момент. Очень важный, который много людей игнорирует. Почему? Потому что это напряжно. Любой проект, в том числе и этот, не исключение у меня, он начинается с Вики. Я так всегда учу своих людей. То есть Вики – это код, который мы будем писать, описывать. Я, допустим, для себя готовлю разные варианты. То есть я привык работать с тем, что я с кодом работаю в проекте. Это мало кто делает. Отсюда начинается проблема. А проблема следующая. Итак, что нам это даст? Ну, во-первых, давайте сначала, что даст, а если это не делать. А вот представьте, люди, которые не хотят комментировать код для себя, не хотят записывать его отдельно, что происходит? А происходит следующее. Проходит год, человек был нуль, и через год он тоже нуль. Он не может идти в магазин, допустим, и начать размышлять кодом. У него базы нет. А вот если бы весь этот год что он делал? Он бы начал прописывать, он бы выработал у себя навык общаться кодом. Этот навык не может ниоткуда прийти. Его надо выработать. Это надо делать ежедневно. Так проще всего это делать по ходу дела. Итак, когда у вас есть документация, что нам надо делать? Код, который мы пишем, мы сохраняем и комментируем подробно. Иными словами объясняем себе. Первое. Научимся код выражать словами. Ну, наконец-то. Это тот навык, который, в принципе, нам очень важен, который нам ведет к размышлению. Если, конечно, это опирается на то, что мы уже поработали с функцией. Что мы работаем с документацией. То есть это не отдельно, ребята. Это система. Если я пытаюсь выразить код, но при этом я пыкаю, мыкаю и иду искать. У меня исключение, что не хватает позиционных параметров. То, извините, эта система тогда не работает. Я пропустил функции, а теперь я пытаюсь что-то комментировать. Это система. То есть в данном случае мы комментируем код. Мы четко понимаем, мы то же самое делали, когда работали с функциями. То есть в конце концов у нас на выходе отложатся две простые вещи. Что параметры, куда передаются аргументы. Иными словами, то, что мы сейчас и делали. То есть параметры, куда передаются аргументы. У нас мы ими начинаем размышлять. Плюс мы начинаем размышлять переменными. Если сюда еще в классах добавят начальные параметры, то в принципе у нас все считывается. Уже неплохо. Уже неплохо. Следующий момент. Мы формируем в голове баз запросов. И, по сути дела, эту конструкцию можно использовать для любого языка. По сути дела, я объяснил несколько моментов системы работы с кодом. Теперь, вот эти все вещи, которые я рассказал, нам позволяют двигаться напрямую к чему? К профессиональному программированию. Профессиональное программирование, давайте возьмем за основу, это использование документации и понимание исходного кода. Если в начале видео вы мне могли возразить, что ой, ну я там новичок, а вы мне тут происходный код, то согласитесь, я полностью в пух и прах разбил ваше сомнение, что если, ребята, вы четко отработали функции и вошли в классы, то в принципе вот это все, что здесь написано в параметрах, мы легко можем считывать. Извините меня, дальше немножко логики, немножко еще подтянуть исключения и так далее, но это будет куда подтягивать, к чему подтягивать, то смотришь ты и все становится на места. Не так все страшно, да? Единственное, что нужно системой, надо ее понимать, вот это я пытаюсь вам донести. Помните, ключ к этому в функциях, то есть функция это начало, плюс уроки, где мы постоянно работаем с доками. В Django 4 мы постоянно работаем с доками, сейчас мы к ним перейдем и коротко рассмотрим. Теперь, некоторые неправильно меня понимают, я ведь не сказал, не говорю, что обойтись без Google, я говорю, что не надо делать, как делают большинство, что? Если вопрос, они лезут в Google, если пример, они лезут в Google. Иными словами, что происходит, опять человек не программист, не программист, а человек, умеющий копировать или повторяйтер, но никак не программист. И это осознают многие, да? При этом рынок настолько коварен, ребята, потому что даже методику издали, чтобы запутать. Почему? Потому что методика, которую рассказывает Бусуновский, она неинтересна. Здесь, да, реально вы видите, что можно стать реальным программистом. Так это ж надо что-то делать. Не проще, что делает новичок. Он видит сайт, где первое, что ему бросается в глаза сегодня, пестрит, устройство на работу. Он сходил на уроки, нихрена не понимает, кашляет в голове, а кто его будет устраивать на работу-то, ребята? Вы ж нуль. Диплом здесь не поможет программирование. Программирование диплома это бумажка, да? Да, да, возможно, нужно по старинке в госпредприятиях. Но в большинстве компаний что есть? Можешь писать код, диплом никому не нужен, пиши код и все. Это показатель. Здесь бумажками не помогут, здесь есть реальные знания. Тогда вопрос, я у вас спрашиваю, вы спросите у себя, почему вы обходите работу документации исходный код? А потому что все это обходят, кроме Бусуновского. Так вот, рынок коварен, ребята. А знаете почему? С одной стороны, была задумка очень хорошая. Например, открываешь книгу, как там описано, да? Вот код скопируйте, то есть готовим мы, четко дают понять, мы не программисты готовим, мы повтористы готовим. Вы научитесь писать вот это приложение, а свободно, допустим, писать на том Жанго вы не сможете. Почему? Дальше пишет автор, этот код делает то-то, то-то, то-то. И с умным видом дает ссылку на документацию, которая точно нифига не понимает, как правило. С другой стороны, мы только переопределение методов, у нас получилось 30 уроков. Это можно было бы издать целую брошюру. С другой стороны, книги были бы десятитомниками, да? С третьей стороны, люди озабочены тем, не чтобы научить, а чтобы продать свои знания. Поэтому проще всего, ну, показал, набросал сайт. Ну, а дальше трава не расти. Вроде чему-то научили. Но это ведь не обучение. Теперь, учитывая, что я написал уже очень много курсов с 2012 года по Джанго, по Пайтон, по нескольким другим языкам, мы подходим к сайту. Давайте мы подумаем, что у нас в кармане. Итак, URL мы уже извлекаем от и до. Модели мы проходим по ходу, да? При этом и там, и там мы постоянно работаем со всеми частями Джанго, то есть работаем с... Работаем... Сейчас я открою. Инфоноты сейчас. Работаем с авьюхой, работаем с моделью, работаем с URL и работаем с шаблонами. Иными словами, мы постоянно вот это подтягиваем. Но при этом все идет... Это идет все на основе работы с документацией. То есть отталкиваемся мы от документации и исходного кода. Нам останутся только формы. Вот когда мы прошли вот эти вьюхи, да, то понятно, что дитильвью, да, мы подтянем. Уже когда будем писать сайт. Почему? Потому что практически это то же самое по принципу, как с листвью, да. То есть сложности не возникнет. Теперь давайте посмотрим, что нам дал исходный код. Вот, да, мы могли бы просто взять, допустим, getCureset. Есть два основных метода, на которых мы заострили внимание. Это getCureset, getContextData. Все остальные тоже рассмотрели. Но опять же, смотрите, давайте откроем getCureset и просто прочитаем. Все ли здесь написано? Да нифига здесь не все написано. Документация отражает информацию для человека, который профессионально владеет джанка. Да, давайте посмотрим, получите список элементов этого представления. Он должен быть повторяем, может быть набором. Иными словами, здесь написано следующее. GetCureset получает список элементов по умолчанию. Он итерируемый, должен быть набором запросов, которым разрешено поведение от набора запросов. Давайте расшифруем. Иными словами, здесь говорится следующее. GetCureset это метод, который работает с чем? Абсолютно верно. Он работает с выборкой объектов, кересет. Да? С выборкой объектов. Но это еще не все. Если мы взглянем на исходный код, а я постоянно вас тыркаю носом. Почему? Потому что исходный код с кондачка не поймешь. Этому надо учиться. Вот мы и учимся. А давайте-ка мы попробуем залезть в исходный код. Открываем джанка. И просто на этом примеры для участников. Поясню. Сейчас для участников, а для тех, кто первый раз смотрит. Смотрите, что на самом деле все банально. Да? Все банально. Вот берем джанка. Открываем. Так как мы знаем уже где, что открывать. Мы не раз открывали. Открываем вьюху. Открываем генерик. И кстати, сразу ведь запоминаем. Ведь все это мы импортировали. Да? Вот оно. From, view, генерик, import, list, view. Да? То есть мы импортировали это в уроках. И открываем лист. Да? То есть то, что мы рассматривали. И вот у нас попадается метод getCrewSet. Да? По сути дела нам исходный код дает полноценные ответы. Какие? То, что мы использовали. То, что не описано в самой документации. Но это должно читаться как между срок. Вот слышали такое. Итак, мы здесь видим. Это все мы разбирали. Теперь для участников школы закрепляем. Итак, что же мы здесь увидели? Мы видим конструкцию if и конструкцию elif. Здесь что нам бросается в глаза? Нам бросается в глаза переменная carrySet. Которую, в принципе, мы здесь уже видели. А видели мы ее где? Я сейчас немножко вот сюда оттяну. Нажму carrySet. И видели мы эту переменную и разбирали вот здесь. Да? При этом мы можем перевести. И представляет объект, если указан точнее набора, заменяет указанные модели. Иными словами, то, что мы увидели. Иными словами здесь написано, заменяется поведение по умолчанию. Здесь для нас самое главное. Опять же, почему я могу объяснить вам? Почему? Потому что я хорошо знаю Джанго. Это должен объяснять преподаватель. Во-первых, мы увидели что? Мы это тоже проверяли с вами в Юпитер. Да, мы увидели метод из инстанции. То есть, что нам это говорит? Нам говорит, что это идет проверка преднадлежности классу. Мы с вами проверяли это в Юпитер и увидели, что он вытягивает все-все-все. Далее написано, переменная кирюсет присвоено значение кирюсет аль. Вот именно. Что для нас здесь примечательно? Для нас примечательно то, что... Секунду. Я сейчас вот это API сюда, оно нам понадобится. Исходный код. Модель. Вот так. Вот так. И то, что нам дальше надо будет проверить. Все отлично. Мы видим, что... Ведь я очень хорошо понимаю, что Джанго предоставляет основную какую модель? Работы с базой. Правильно. Модель. Менеджер. Менеджер, да. То есть, это, иными словами, код, который умеет выбирать, умеет использовать методы и выбирать с базы, да. Но, что еще? И дальше сам метод. Фильтр, да. И некие там параметры метода. Иными словами, конструкция такая. Модель. Менеджер. Метод. Но в исходном коде мы видим совершенно еще одну картину, которая нам дает возможность совсем по-другому посмотреть на Джанго. Оно представляет саму переменную и сразу метод. Иными словами, как раз таки это мы и проверили. И у нас это отработало. То есть, мы сразу взяли это и проверили. Я объяснял дальше, что это для участников школы. Вы помните, да. Зачем это? Для того, чтобы делать очень сложный запрос. Тогда может применяться и кересет, и геткересет, переопределение. Далее, что мы видим в исходном коде? Опять же, та же переменная, но тут написано элиф, иви. И вот та конструкция, которую мы рассматривали. Во-первых, мы видим эльф, то есть прямой доступ к памяти. Далее, вот он, модель, дефолт менеджер, метод. Иными словами, то, что мы только что и рассматривали. Иными словами. То есть, вот он, модель, менеджер, метод. Мы сделали вывод уже с исходного кода, что мы можем применять двояко, да. И при этом очень понятно, что это одна и та же переменная, но два метода. Они могут дополнять друг друга и подменять друг друга. И использоваться совместно и так далее. По сути дела, сразу здесь становится вопрос. Когда мы начали работать джанго, я на него ответил словами разработчиков джанго. Ведь, а нафига столько много всего? Джанго разработчики объяснили очень просто. Для того, чтобы можно было сайт сделать до точки. Я вам сказал, имея вот эти методы, и имея вот эту вот мощную базу, допустим, тот же ивиз делать, расплюнуть. Это детский лепет вот только вот здесь, да. То есть, вы это точно сможете сделать. А здесь можно делать намного более крутые вещи, ребята. Просто дальше еще посмотрим. И дальше уже идет, если что-то не так, возгультается исключение. Это мы с вами тоже по этому проходили. Дальше идет сортировка и возврат керюсе, да. То есть, это понятно. Теперь, для участников школы я хотел бы заострить внимание на таких вещах. Ведь мы с вами, что сделали? Мы с вами... Так, мы с вами... Вот это я возьму, нам понадобится. Вот здесь, а здесь так сделано. Мы с вами переопределили и разобрали все методы. Вот теперь, ребята, мы готовы писать сайт. Мы подтянули модели, мы знаем URL, мы поняли принцип работы шаблонов и поняли, как писать представления. Теперь, дитильвью, мы уже детали по ходу подкорректируем. Но, тем не менее, я решил еще для участников школы сказать, да, может это просто, может это нелепо. Но, на самом деле, посмотрите, ведь здесь что есть? Когда метод, который мы переопределяли, это все у нас идут миксины, про миксины, возможно, чуть позже скажу, мы видим геткирюсет. Но есть методы, которые мы с вами еще не проходили, ну, например, по Геннат и Бай, да. И, по сути дела, вот здесь должно, я хочу участникам школы сказать, смотрите, ребята, очень важный момент. Джанга конкретно указала, что, то есть, что должно, можно желать, ну, то есть, то, что переопределяется, и то, что важно переопределять. Я вам в школе объяснял разницу. Вот мы брали геткирюсет и гетки контекст дата. Разница в чем? И та, и та, и тот, и другой метод работают с выборкой объектов. Единственная разница в том, что гетки контекст дата работает, кроме этого, с шаблоном. То есть, он может указывать имя, которое ранее мы с вами, допустим, просто указывали контекст объект name, но гет контекст дата его подменяет. И мы уже в шаблоне можем использовать имя, которое указали здесь. Но при этом и работать с выборкой объектов. Тем более, здесь он показал схему немножко более сложную. То есть, мы использовали и кересет, и здесь выборку. И при этом, я бы не сказал, что здесь еще даже достигнут средний уровень. Мы с вами что сделали? Мы с вами собрали в голове самое главное понимание выборки объектов, понимание этого метода, работу. Только мы с вами еще научились, да, чуть-чуть понимать это. Ну ладно. Только чуть-чуть научились с вами понимать, что выборку объектов. По сути дела, да, вроде мы проковырялись там целый час, но я считаю, что это только так. Поигрались. Иными словами, до среднего уровня мы еще не дотянули. Мы его, наверное, перекроем по ходу написания сайта. Но самое главное, что мы с вами работали постоянно с документацией, и для нас все это стало как читаемая картина. Но вот смотрите, ребята школы. Ведь есть методы погеннат и бай, и вот тут начинается путаница в голове, да, что, ага, это понятно указано, где контекст дата, да, а это откуда взялось. Вот тут поможет всегда исходный код. На самом деле все банально просто. Опять же, если разбираться. Вот контекст объект name, хотя здесь он указан как метод, да, контекст объект name имеет сам метод, но нам по сути дела переопределять ничего не надо, мы просто что делаем? Указываем, да, переменную. Так вот, ребята, это мы указывали переменную выше. Вот, мы ее закомментировали. Так вот, ребята, на что здесь надо обратить внимание? При чтении документации в данном случае в первую очередь мы обращаем внимание на то, что это метод. То есть метод имеет всегда скобки, да, для указания параметров. Тогда это метод. С другой стороны, вот погеннат и бай, это тоже метод, но в данном случае указана ведь переменная. Это опять нам помогает понять исходный код. Давайте обратимся опять к исходному коду и посмотрим. Вот он, погеннат и бай, возьмемте его. Вот нам указано в документации что? Погеннат и бай. Ну давайте это дело просто представим, как бы это работало. Вот у нас есть класс, да. ListView. Хорошо, здесь есть метод погеннат и бай, да, вот это в упрощенном виде, который применяет обязательный параметр кересет, который мы говорили, да, и возвращает погеннат и бай. Сама погеннация описана, я думаю, в классе кересет. Я сейчас не смотрел, но в принципе сейчас это не так важно. Важно понимать другой момент. Ну давайте посмотрим, вот наш класс, да. Мы пишем некий класс. Ну давайте мы даже вот так сделаем. Мы пишем некий класс свой, да, уже вот имеется в виду, что мы пишем класс, который, ну вот тут мы пишем, да, уже наследую его. Мы пишем mine.list.view и наследуем его от нашего list.view. Вот эти моменты я бы хотел прояснить участникам школы, почему. Потому что этими вещами документация Джанга пестрит. Вот оно. И мы видим погеннат и бай, да, вот здесь. На самом деле, если мы посмотрим исходный код, который мы сейчас посмотрели, то это, вот мы видим, self-paginat и бай. То есть это переменная, да. Он возвращает, имеет единственный параметр, да, кересет. Иными словами, в данном случае этот параметр будет на сколько страниц разбивать. Вот как это и будет работать. То есть, по сути дела, когда указан переменная, нам надо всего лишь указать то, что здесь указано. И здесь мы можем легко посмотреть. Вот здесь описание. Получите количество элементов для разбивки страниц. Нет, чтобы иными словами, либо поставьте ноны, чтобы не разбивать. Если нам это надо, да. Иными словами, мы берем вот этот сейчас метод. Мы же вот он в классе якобы Джанга, да, мы просто упрощенно берем погеннат и бай. Что получается? Так как мы наследуем от ListViv, то этот метод нам точно будет доступен в классе MineListViv, да. То есть мы берем погеннат и бай и ставим число. Потому что мы прочитали, что разбивка, number, вот он написан, number, то есть количество, да. Давайте мы проверим. Ну пока без этого давайте так сделаем, чтобы увидеть. Это мы просто проверяем. Так, ничего не выводит правильно. Мы сейчас возьмем, что сделаем. Для себя убедимся, что наш метод сработал. И теперь опять отработаем класс. Вот 10 на 10 страниц разбить, 10 вывелось. То есть наш класс отработал. Вот это указано в документации. И это надо различать. Но, как я сказал, конечную точку всегда ставит только исходный код. Ведь это можно было бы гадать, да. Но на самом деле, когда мы только посмотрели исходный код, то нам стало понятно. Self это переменная, да, погеннат и бай. То есть, иными словами, нам четко понятно, что здесь написано number, нам надо всего лишь указать значение. По сути дела, в Django будет варьироваться значение, как правило, это либо строка, либо число, да. И так далее. И мы видим дальше такие же. Во что выливается для нас документация? В данном случае то, что мы 30 уроков рассматривали лист view, да, подробно. У нас документация становится все на свои места. Во-первых, мы понимаем, что это миксины. Для вас это ни о чем не говорит. Я начал с классом только по одной простой причине. Миксин это методика. Это методика написания приложения. Мы, поэтому я взял классы. В чем заключается эта методика? Иными словами, у вас может быть 30, 40, 50 классов. Но при этом вы пишете один миксин. Иными словами, пусть этот миксин выбирает по пользователю. Дальше вы добавляете этот миксинг, например, в главный класс. Дальше все остальные классы будут выбирать по пользователю. Иными словами, вошел человек, если он авторизован, то дальше ему будут доступны все его записи, а не доступны чужие. Вот так просто. То есть это методика написания кода. Но кроме этого, эта методика используется и здесь. Откуда она пришла? Она пришла, я ранее рассказывал, что сама по себе джанга, она до джанга 1.6 разевалась по замыслам разработчиков. Начиная с 1.7 джанга начала разеваться на основании того, есть лучшие библиотеки, и они начали добавляться. Еще, наверное, в джанга 1.11 была добавлена такая библиотека. Джанга Брекис. По сути дела, она была написана, и здесь уже была куча миксин написана, просто-напросто это внедрили в джанга. Также была иммиграция, и так дальше джанга развивается. Уникальные библиотеки, которые написали уже сообщества пользователей, добавляются в джанга. Например, в джанга 4 добавлен редис, теперь будет удобное кэширование и так далее. Ладно, отвлеклись. Смотрите, теперь, когда мы вот эти участники школы вот эту вещь прояснили, во-первых, мы занимались 30 уроков, для нас стали понятны все эти методы и их работа. С другой стороны, мы опять же открываем, и нет смысла сейчас использовать пагинацию, мы уже будем писать сайт, тогда и будем использовать. Почему? Потому что здесь все вполне понятно. Но теперь уже вот эта страница документации для вас должна разукраситься в два цвета. То есть вы четко понимаете, что есть методы, которые имеют скобочки, иными словами, что от них нам требуется. Опять нам требуется, с одной стороны, исходный код. Для чего? Для того, чтобы нам надо четко понять, что считать, хотя это, как правило, и написано, нам надо считать параметры. Если мы открываем, допустим, тот же GetKeyReset, то здесь мы не видим обязательных параметров, а видим только саму методику. Мы просто разобрали, что есть применение. Применение одним образом, вторым стандартным менеджерами нам между строк получили ответ, что эти две вещи можно использовать совместно. С другой стороны, когда мы открываем саму документацию, то для нас разделилось на методы, которые мы можем переопределять, и на переменные. Хотя они являются методами, но что здесь переопределять? Например, здесь же нечего переопределять. Вот в данном методе здесь просто ничего нет. Здесь есть только возврат self, то есть это говорит о том, что данная переменная сразу обращается к области памяти. Значит, будет работать очень-очень быстро. То есть здесь переопределять нечего. Здесь есть один обязательный параметр, но наша задача что указать? Указать прямо в нашем классе, мы понимаем, указать эту переменную и в данном случае число. В другом случае какой-то будет другой метод, это будет, например, строка. Это важно, я это говорю для участников школы, чтобы документация вот эта для вас стала уже вполне до конца понятна. Есть методы, которые мы переопределили, и есть методы, но для нас они отображены как переменные. Это надо видеть. И по сути дела здесь оно все описано, но именно исходный код ставит на этом последнюю точку. Нам не надо никого ничего спрашивать. Здесь написано целое число, указывающее сколько объектов должно быть обработан. То есть вполне с одной стороны понятно, с другой стороны хорошо бы посмотреть. Иными словами, это переменная, где надо указать число. Ну и понятно здесь, что здесь дальше будет идти работа с шаблоном. То, что я еще хотел, чтобы участники школы для себя выявили, выявили это использование супер. В большинстве своем столько путаниц и сделали вокруг этого метода. Я скажу больше. Я скажу то, что ведь мы пробовали и супер, и без. А у вас становится вопрос. Опять же, подвожу итог для участников школы. А когда нам надо применять метод супер? А когда не надо? Ответ очень простой. Если мы что-то переопределяем, например, метод конкретный, гетки-рюсет, то мы обязаны применять метод супер. Вопрос, а почему? Абсолютно верно. Большинство, процентов 80 программистов используют метод супер по принципу вижу, копирую, работает здорово. Зачем я его использую, не знаю. Этим они себя лишают вообще профессиональной деятельности. Все банально просто, на самом деле. Настолько просто. Я обещал в школе, что мы рассмотрим подробно в коде. Супер. Но сейчас я расскажу на пальцах. Вот наш класс. Пусть этот класс что делает? Пусть это будет форма. Форма. Теперь смотрите. Иное. Смотрите. Само объяснение метод супер я сейчас не буду. Я расскажу только суть. И так. Вот у нас есть супер класс. Следующий класс еще какой-то класс, который наследуется от супер класса. И наш класс получается наследуется от этого класса. То есть по сути дела наш класс знает то, что знает вот этот класс, вот этот класс. Теперь задача стоит. Нам надо переопределить метод. Вот этот метод ГУГУ нам надо переопределить. А теперь начинаем размышлять. Хорошо. Мы сейчас начнем писать новый код в этом методе. И теперь вопрос. А как отреагирует вот этот класс? А как отреагирует вот этот класс? А как отреагирует вот этот класс? А теперь давайте поменяем. Вот это сюда. Пусть это супер класс будет. А вот эти методы от нас наследуются. Да? Другая ситуация. А нам надо переопределять этот метод. Где он еще переопределится, а черт его знает Вот для этого и придуман метод супер Который отсекает все, а указывает только родителя Иными словами, сначала просто Метод супер указывает родителя Еще проще Мы можем иметь хоть 100 классов, хоть 200 Но если мы указали супер гугу То работа и изменения коснутся только вот этого метода Все остальные классы останутся без изменения То есть код их не затронет Поняли? Вот поэтому мы и указываем супер гугу И значит мы переопределяем И теперь этот метод будет работать по-новому Он потом по-новому будет работать для других Но в момент переопределения Изменения коснутся только вот этого класса И допустим, если бы мы вот так вот Переделали схему как ранее То вот супер класс, вот супер класс И там бы был этот метод гугу Вот тут гугу, тут гугу и тут гугу То указав супер То есть я указывая супер Указываю родителя В отношении которого будут применены изменения Все остальные классы Это не коснется вышестоящие Только здесь Поняли? Это же банально просто На самом деле перспективы огромны Если у нас есть метод супер А вот у нас есть иная библиотека И здесь есть метод, который нам нужен Ну например, в джанго это раньше решалось Я видел момент, когда не было автозаполнения Но некая библиотека, я даже уже забыл Она умела это делать Иными словами, мы указывали супер И эту библиотеку Получилось что? Получалось, что с этого контекста Иной библиотеки вырывался вот этот метод И применялся конкретно метод Без учета остального класса В отношении этого метода И в результате нашей формы начали автозаполняться То есть получается точечное изменение Ну, я объяснил на пальцах Но по сути дела Это уже должно быть достаточно для того, чтобы начать работать И понять, что не понимая работы супер Мы лишаем себя вообще огромных возможностей Использования разных кодов для решения каких-то мелких задач Именно поэтому, допустим, когда мы пишем графический интерфейс Там вообще везде используется метод супер И вполне это понятно Вот есть кнопка Супер относится к интерфейсу То есть к главному окну Ну, тут вполне понятно Все, ребята Итак Это я тоже объяснил Я хотел подвести итог Итак Что должны были уяснить участники школы Я хотел, заканчивая вот эти вещи Да, разбор Я хотел, чтобы вы все-таки ответили себе на вопрос Так как некоторые вещи мы будем рассматривать По ходу написания сайта Чтоб вы поняли, что есть методы А есть переменные, которые здесь указаны Да И мы Это помогает исходный код Теперь мы готовы действительно начать писать сайт Нам остались формы Но это по ходу Потому что Модель мы с вами разобрались в школе В уроках То есть по ходу Мы URL знаем И вьюху умеем Тимплейты мы постоянно подтягивали А уже с домашними заданиями Углубляться будем позже То есть, по крайней мере Мы себя Я бы не сказал, что вышли на средний уровень Почему? Потому что вам еще поработать надо как чайником С методами выборки Я обещал, я это сделаю Чуть попозже Вместе немножко поработаем Чтобы достичь более таких серьезных результатов Но тем не менее Сложно все в голове Ну а что надо было понять Людям, которые первый раз начали смотреть это видео Понять надо одно Что, ребята, не стоит обходить путь Документация и исходный код Вполне понятно Когда человек Типа Вовсуновского Может это объяснить Почему? Потому что в большинстве своем люди Просто стараются этого избегать Я не буду выяснять причины Но, скорее всего, причина одна Как мне известно Это просто непонимание Документации Исходит из поиска примеров Да, но ведь это мы с вами договорились Это не программист Поэтому для вас надо было выяснить Для тех, кто первый раз начал это видео Это то, что Понимание документации исходного кода И дает что? Дает именно свободно разбираться в фреймворке И применять Действительно писать сайты То, что мы хотим А не то, что получится Да И опираться именно на документацию Ну, что тут еще скажешь Больше ничего Посмотрите Школа SPB-TU.RU И вперед работаем Ну, моя методика Кому-то нравится Кому-то нет Но она реальна Совершенна Спасибо за доверие У вас все получится Главное, никому не верьте Что программирование для вас Значит, вы просто пока не нашли человека Который смог объяснить Я, когда говорил вот этот пример Скажите, я что использовал Какие-то там супер-пупер выражения Нет Это вопрос тренировки и времени И просто сосредоточенного подхода Если бы в Сыновске сказал Что URL надо сейчас довести до автоматизма Значит, надо довести Если бы в Сыновске сказал Разберитесь с функциями Вы поняли, да? Значит, надо разобраться Потому что не надо потом Как смотреть, как дурак на этот код И думать А что здесь читать? Сначала надо разобраться с функциями И считывать то, что нам нужно Да? То, чему мы и учимся считывать То есть Чем классно это видео И чем классен этот подход То в любом случае Он вам дает Очень верное направление Как сказать профессиональным программистам В любом языке Спасибо за доверие Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!